Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 17 октября, день Иерафея. Почитают святого священномученика Иерафея, архиепископа Афинского. Он был учеником апостола Павла, им же был посвящен и в сан епископа. Согласно преданию, Иерафей и Дионисий присутствовали при погребении Богоматери. При этом святой Иерафей воспевал божественное песнопение, когда провожал ко гробу причистое тело Божьей Матери. Благочестно пожил и угодив Богу своим житием, благим управлением паствою, святой Иерафей скончался мученически. Этот день также считался опасным. Отмечался разгул нечистой силы. Поговаривали, что сегодня лешие ломают деревья, гоняют зверей, прежде чем уйти зимовать до следующего года. Чаще всего нечистая сила поражает пьяниц и богохульников. Поэтому сегодня не выходили из дома без надобности и не баловались спиртным. Народ сегодня готовил особую настойку, которую называли Ерофейч. Наставили на самогоне различные душистые травы. Традиционный рецепт таку. Тимьян, зверобой, донник, полынь, майоран, тысячелистник, душистая, анис и мята. Травы заливались самогоном и наставили около двух недель в теплом темном месте. Такая настойка не только улучшает аппетит, но и помогает в лечении разных недугов. Приметы. Нельзя ходить в лес на Ерофея. Пострадаешь от нечистой силы. Не стоит в этот день играть в свадьбу. Брак может быть несчастливым. Танюша, доброе здоровьица. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Как ты поживаешь? Поживаю хорошо, спасибо. Была в Непале, была практически в Марокко. Расскажу все по очереди. Собственно, с последнего и хочу начать, потому что есть потрясающий суп. Суп? Да, холодный. То есть сейчас, когда жаркое время года, очень хорошо используют такие продукты и такие блюда, которые нас охлаждают. И ты как раз привезла один из арабских таких супов, которые способствуют охлаждению организма. По большому счету это, конечно же, окрошка, но весьма изысканная. Потому что в основе это, во-первых, на кефире, во-вторых, все такое зелененькое. То есть обязательно мята, обязательно огурец, обязательно базилик, обязательно чеснок. Ну и они, конечно, добавляют петрушку. Но у нас, как обычно, здесь изобилие много чего есть. Поэтому, уверена, мы все это сделаем, и будет вкусно. Единственный, конечно, вопрос, я в вашей книге «Дравник» прочла про огурец, я даже вам сейчас процитирую. Природа его холодна. То есть из чего и делаем вывод, что вот этот огурцовый... И причем холодна во второй степени. Вот это что такое? Оказывается, каждый продукт, он влияет на нас. И влияние это идет по такому, как бы сказать, принципу. Он может охлаждать нас, он может разогревать нас. И для того, чтобы вот эту градацию учитывать, решили, что в первой степени, это продукт, когда человек съел, ну, допустим, что-нибудь, ну, тепленькое, оно не разогрело его. А как бы он теплый, так нормально. Второе, если он съел что-нибудь или холодное, или уже теплое, то оно его уже разогрело. Он почувствовал внутренний какой-то разогрел или охлаждение. Это уже говорят вторая степь. Третья степень, а когда он съел... И замерз. Да, либо он замерз, как хорошо, либо его разогрело, что аж даже поры тела открылись и выступило из пари. Ты видишь? Ну, допустим, чеснока. Налупился сразу, о-хо-хо-хо. Стало, да? Или льда уже взял, льд уже холодный. И, наконец-таки, в четвертой степени это может быть для того, что могут уже возникать от жара язвы, либо от холода язвы настолько сильное воздействие. Вот, ну, естественно, если она длительная, будет кратковременная, она еще допускается, а длительная – нет. И поэтому они, древние врачи, решили все разбить по степеням. Значит, первая степень нейтральная, вторая уже действует, третья, значит, это хорошо действует, четвертая уже лучше. Ну, то есть в жару огуречный холодный арабский суп будет как раз охлаждать, получается, любого человека. Давайте мы начнем резать, а я задам вам еще вопросы, связанные именно с огурцами из вашей книги «Травник». Но перед тем, как резать, опять же, в книге прочла, что все-таки лучше отрезать то, что в народе называется попкой, потому что там могут быть нитраты. Нитраты сконцентрированы у носика в меньшей степени, чем у основания. Вот. И в кожуре нитраты сохраняются. Поэтому я бы, вот дома бы делала, я бы почистила огурцы. Ну, может быть, не целиком, чтобы оставить вот, ну, как сказать, вот этот цвет, во-первых, да, иногда зелененький, приятно будет попадать. Согласен. Дело в том, что, что такое вообще нитраты? Нитраты – минеральные вещества, и где они могут скапливаться? В мякоти огурца у нас в основном имеется вода, потому что он на где-то 95%, 98% состоит из воды. А вот все минеральные вещества, они скапливаются в кожуре, и там, где имеются утолщения, вот в этих различных попках, особенно где стебель питают. Поэтому там, естественно, они и находятся. И для того, чтобы от них избавиться, лучше всего вот так вот, как я делаю. Чистим. Вы про воду сказали. Сюжеты с жизни, со съемочной группой мы были на работе, снимали одну программу, и сидели, в общем-то, на улице, потому что снимали в доме. И что-то мне захотелось есть, был накрыт такой стол с кинокормом, вот эти всякие там колбасы, сушки, вижу огурец, мытый, мытый. Я его беру, без соли начинаю есть, и, по-видимому, как-то всех вдохновляю. Они говорят, ну, прям тебе нравится? Я говорю, да. Малахов говорит, структурированная вода. Очередь, а где еще структурированная вода? Про другие я вам сейчас промолчу, но в огурце точно структурированная вода. Я сейчас помою, приготовлю листья базилика. Можно, конечно, брать фиолетовые, но зелененькие, они будут понежнее. Потом сохранится такой стиль, бело-зеленый у этого супа. Базилик, вот я сейчас очищаю огурец, а запах базилика перебивает все. Дело в том, что вот почему используется в холодных различных вот этих вот окрошках у нас и на востоке, вот в этом арабском супе базилик, потому что его запах, его эманации, они охлаждают. Вот мята, почему мы используем мяту? Мята разогревают? Нет, она не разогревает, она охаривает. Поэтому здесь содержатся такие вещества, которые за счет своих вот этих вот запахов, за счет своих свойств, они охлаждают организм. И хорошо все это используют, конечно, когда в жаркое время года. Поэтому ее любят все эти. Поэтому, знаете, я хочу еще раз акцентировать тогда внимание на мяте, потому что, ну как мы ее используем? Да, мы ее используем в десерте, да, мы ее используем в чае. Но вот использовать в суп мяту мало кто догадывается, а очень вкусно. И без мяты это уже не будет арабский суп. Поэтому, конечно, мяту и базилик обязательно. Хорошо, используем мяту и базилик. Мята за счет своих свойств обладает очень сильным свойством охлаждать организм. Поэтому, естественно, в суп ее добавляют. И, я думаю, не просто там основа супа, что, куда все ингредиенты собираются? Кефир. Ну или что-то там, какой-то местный кисломолочный такой кислый. А почему именно кефир, как ты думаешь? Вот еще такая вещь. Я думаю, что он тоже, наверное, как-то нейтральный, наверное, нет? Нейтральный это раз, он кислый, кефирчик. Кислый, да. И что делает у нас кислый вкус? Кислый вкус способствует тому, что задерживает воду в организме. То есть нам надо съесть такой продукт, который бы вызывал не испарение жидкости из нашего тела, а ее задерживал. Задерживал. 19-е лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обращению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутином. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. 20-е лунные сутки. Энергетика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнение, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание либо ходьба на ягодицах. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!